Приветствую всех любителей спорта! Это вперед Николаев! В большей части нашей сегодняшней программы мы поговорим о популяризации физической культуры в городе, в частности об открытии нового фитнес-клуба Gym Style. В не очень погожий осенний денек в соляных на втором этаже торгового центра Amstor в воздухе витала атмосфера праздника. Здесь официально презентовали самый большой в городе фитнес-клуб Gym Style. С самого утра стартовал большой марафон, где все желающие на протяжении дня могли абсолютно бесплатно провести тест-драйв любых тренажеров, а их в Gym Style огромное множество, причем все современные и очень надежные. Веселые конкурсы, призами в которых были всевозможные скидки и дисконты, в этот день проводил известный КВНщик, ведущий нашей программы Сергей Мельников. Также были разыграны 35 абонементов на скидку в 25% в тренажерный зал. Для тех, кто не любит тягать железо, ждали свои развлечения в различных фитнес-секциях под присмотром опытных специалистов. Gym Style можно смело назвать спортивным комплексом. Здесь зал для занятий фитнесом, мини-футбольное поле, два тренажерных зала, студия красоты. Все, что нужно современному спортивному человеку, собрано здесь в одном месте. И, конечно же, современные тренажеры. Зона это называется у нас, зона работы с петлями TRX, называется TRX-ферма. Она у нас единственная в Николаеве и она у нас в Gym Style. Теперь будет больше тренировок на петлях у нас, большее количество людей может заниматься на них. Это работа собственным весом на подвесных петлях. Независимо от уровня подготовки и состояния вашего здоровья, в принципе, также возрастных ограничений по ним нет. Мы работаем над гибкостью, балансом, скоростью, выносливостью и силой. То есть все физические качества человека. Становимся здоровее, красивее, активнее и жизнерадистнее. Наверняка гостям клуба понравится новость, что теперь в нем работает известный в городе персональный тренер Сергей Данилов. Сергей, сегодня официальное открытие нового зала фитнес-клуба Gym Style. И так совпало, что у вас сегодня первый рабочий день здесь. Расскажите Николаевсам, что ждет Николаевсам в новом Gym Style? Здравствуйте. Сегодня у нас было официальное открытие фитнес-клуба Gym Style, обновленного, более современного. Сегодня мы предоставили новый зал, завезли новое оборудование. В будущем будем проводить здесь соревнования по пауэрлифтингу, режиму лежа. Будем ставить оборудование и приглашать посменов Украины и ближнего зарубежья. В то время, пока взрослые осваивали новенькие тренажеры, деток занимали аниматоры. А фитобар угощал протеиновыми коктейлями и тонизирующими напитками, вкусом которых можно было наслаждаться в уютной кафешке. Во всех уголочках фитнес-клуба профессиональные фотографы устраивали гостям Gym Style импровизированные фотосессии, а партнеры заведения завлекали их специальными предложениями. А гостей в тот день пришло немало. Друзья, студенческий мэр, действующий спортсмен не мог не посетить такое знаковое мероприятие для города. Вот вопрос будет к вам такой, что сейчас вы как студенческий мэр делаете для популяризации спорта в городе и вообще для развития здорового образа жизни? Ну, спасибо. Так как я спортсмен, конечно же, мы популяризируем спорт. Недавно встречались с чемпионами паралимпиады, с ребятами, с студентами. Цель встречи была промотивировать спортсменов, промотивировать студентов и, в общем, людей для занятий спорта. Также впереди у нас много мероприятий спортивных, хотим провести чемпионат по футболу среди институтов всех вузов Николаева. Также уже проводили чемпионат по футболу вскоре. Возможно, так как я по кикбоксингу выступаю, возможно, проведем какой-то турнир по кикбоксингу среди молодежи. Очень рады, что такой зал открылся. Ну, это уже уровень для нашего города. Будем проводить все вместе совместные-совместные какие-то проекты спортивные и, я думаю, все получится. Удалось нашей съемочной группе пообщаться с директором зала Максимом Бревдой. Очень много проделано работы. Ждет, в первую очередь, огромная территория с тренажерным залом. Расширили еще на 180 квадратных метров тренажеров. Довезли все, что можно и нельзя. Дублирующие тренажеры, новое оборудование, которого еще многих станков вообще в городе нет. То есть, по максимуму сделали так, что сейчас зал может одновременно проглатывать порядка, наверное, 100-150 человек одновременно тренирующихся. То есть, в принципе, это большой шаг, скажем, в размерах. Это на сегодняшний день очень приличный зал такого формата. Но это самое главное. Плюс составилась куча дополнительных функциональных тренировок, групповых тренировок, футбольный зал. То есть, это то, что уже все знают, оно уже есть с апреля. Вот сейчас добавилось реально плюс большой тренажерного зала. Максим, ну вы постоянно ведете такую политику и система скидок у вас существует и различные удобные вещи для николаевцев. Может быть, откроете секрет, что дальше планируете? Ну, во-первых, у нас очень лояльные скидки мы делаем, стараемся делать. Семейные скидки, скидки студентов, потому что студенты тоже ограничены. Скидки пенсионерам, там, определенное время они могут тоже дешевле заниматься. То есть, максимум планируем загрузить зал, чтобы можно было при любых финансах сюда попасть, не только имея деньги, но и очень даже за скромные финансы попытаться, скажем, попасть в классные условия, достойные, не за небольшие финансы. За счет того, что зал большой, мы стараемся цены держать на уровне и не, как бы, не перевышать их. Потому что объем зала хватает того, чтобы дать маленькую цену и пропустить большое количество людей. Поэтому стараемся будем николаевцев обрадовать ценой и политикой своей в дальнейшем тоже. Не удалось от нас уйти и начальнику городского управления по делам семьи, детей и молодежи. Олег, совсем недавно мы еще играли с вами здесь в футбол. В фитнес-клубе «Джим Стайл» есть для этого специальный зал в фитнес-клубе «Джим Стайл». С таким графиком работы удается вообще часто заниматься спортом? И каким спортом? Напомнить, мы тогда выиграли вас в футбол. Это важно. Но могу сказать больше, ребята, с которыми я уже несколько лет играю в футбол в этом году. Потому что у нас в городе реально есть проблема с теплыми залами зимой. Арендовали помещение в определенный день. Я, к сожалению, еще с ними не играл, потому что есть у меня проблема с ногой. Но в ближайшее время я восстановлюсь и обязательно буду здесь играть. Хорошие условия, удобная транспортная развязка. Я думаю, сделано все для того, чтобы было удобно, комфортно заниматься. Ну, вы часто посещаете мероприятия под эгидой «Джим Стайла», которые проходят? Такая крепкая дружба у вас с этим залом? Ну, могу сказать, и при их участии, да, это была и ярмарка спорта, и на День города ребята по нашей просьбе участвовали. И в августе они проводили на советской большое мероприятие. Поэтому могу сказать, что их общественная активность, она очень большая. Я думаю, они делают правильное дело, популяризируя здоровый образ жизни в городе. Тем временем в зале появился диджейский пульт, за который встал Диджей Уайт, и началась развлекательная шоу-программа, во время которой некоторые посетители продолжали заниматься спортом. Тяжелый график начальника управления по делам физкультуры и спорта. Удается ли самому поддерживать спортивную форму, и где делаете это вы? Удается все реже и реже. Раньше немножко больше было возможности, когда работал ледовый каток, тренировки были в 9 часов вечера, можно было себе позволить. А так сегодня, ну, рядышком есть парк, бегаем, сейчас погодные условия позволяют, поэтому выходные в основном находятся, время, когда можно там побегать, подтягиваться. Такие длительные тренировки, к сожалению, не получаются. Ну и такой вот вопрос, немножечко, может, провокационный. Возможно такое, что, например, в джим-стайле начальник управления по делам физкультуры и спорта проведет какой-нибудь мастер-класс и пригласит сюда, может быть, детей каких-то, или просто вот какие-то такие вещи? Почему бы и нет? Конечно, возможно. Возможно, можно будет объединить усилия там с нашими ребятами, которые недавно закончили, те же Деревянченко, которые боксируют, там Кличко Александр, Волка Виталий. Можно будет собрать группу ребят и вместе провести. Я думаю, это будет хорошим примером для нашей молодежи. Да, есть. Я, например, левша боксировал в правосторонней стойке, да, ребята боксировали в левосторонней, это тоже есть небольшие свои нюансы. Поэтому, я думаю, было бы интересно показать, может, в будущем такое организуем. Ну, я думаю, нужно поговорить с Максимом, с организаторами и такое провести. Спасибо вам за вашу работу и успехов в спорте. Спасибо. Все-таки приятно, что в наше непростое время есть люди, которые пытаются нести физическую культуру в массы и делают все, чтобы николаевцы были красивыми и здоровыми. На прошлой неделе не удалось порадовать своих болельщиков нашим баскетбольной и футбольной командам. Но если наши баскетболисты в упорной борьбе с минимальным счетом проиграли на выезде к баскетбольному клубу «Запориж-ЗОК», то подопечные Руслана Забранского не смогли победить явного аутсайдера лиги футбольный клуб «Тернополь» на его поле. К слову, это уже четвертое поражение МФК «Николаев» в последних четырех играх. И тем не менее, в это тяжелое для команды время хотелось бы поддержать ребят. Ведь уже завтра, в среду, 26 октября, их ожидает игра 1-8 финала Кубка Украины с киевским «Абалонь Бравар». Призываю всех болельщиков прийти на стадион. В 18.30 начнется этот поединок и поддержать нашу команду. Тем более, что впервые в истории наш клуб может выйти в одну четвертую финала Кубка Украины. Так что, друзья, все на стадион и вперед, Николаев!